Всем привет, с вами Карадлес. Играем на Радбери на 11 и 16 серверах. Сегодня я бы хотел записать для вас такой видосик по поводу своих бизнесов. Бизнесов у меня достаточно много, и я бы хотел вам показать свою финансовую статистику, собственно, этих бизнесов. Потому что финка там удивительно даже большая. Несмотря на то, что бизнесы такие себе, есть, конечно, не такие себе, а даже очень крутые. Напоминаю, у меня есть свой персональный промокод, работает на 11 и 16 сервере. Его вы можете ввести через команду ПКОДы Крадлес Большими Буквами. Он дает вам от системы 50 тысяч игровой валюты, плюс я накидываю бонусом 100 тысяч рублей. Нет, не настоящих, а игровых, если что. И за ник при регистрации вводите в поле пригласившего мой ник Сантери Крадлес, за него я отдаю 70 тысяч игровой валюты. Ну что ж, давайте приступим, наверное, вообще, какие у меня есть бизнесы. На данный момент у меня сейчас в моем владении транспортная компания Баттера. Но это временно, потому что вот так вот все сложилось. Вообще, лично мои бизнесы, конечно, в этом есть некая доля, но финночку я все равно покажу. Именно в этом бизнесе есть моя доля. Давайте приступим. Финанс-статистика. Что мы здесь можем видеть? С учетом того, что процент для штатных дальнобойщиков 75%, то есть 25% только идет в ТК-шку. И финка здесь достаточно большая для этих процентов. Миллион двести, миллион четыреста и полтора миллиона. Давайте покажу финночку за сегодня. Есть такая прекрасная команда, даже меню. Для владельца транспортной компании доступна такая вкладочка, как информация компании. Ну и вообще в целом, обычным рабочим тоже доступны, но в этой вкладочке есть кое-какая информация для владельца транспортной компании. Вот написано, статистика для владельца за сегодня. Выполнено контракт в 79, доставлено груза 463 тысячи единиц, выплачено сотрудникам 2 миллиона семьсот и заработок компании 910 тысяч. Но еще день не закончился и финночка будет все идти и идти. Мои догадки, я думаю, здесь будет за сегодня миллион триста, миллион четыреста. Никак не меньше, мне кажется. Давайте посмотрим, что у нас вообще, кто у нас сейчас на заказе. Получается четыре человека на заказе и один свободен. Давайте глянем топ ежедневный. Айдар Гроссман, первое место. Получается один, два, три, четыре, пять человек. И это как бы вообще максимальное количество, если ты кашка Батарева сейчас лидирует. Потому что юшки здесь всего лишь две и три луткарин. Ну ладно, в принципе ребята работают, получают свои деньги. И всего скорее кто-то из них, да и хочет, думаю, попасть ежеднедельный топ. За него я отдаю пятьсот тысяч за первое место. За второе, если не ошибаюсь, двести пятьдесят. И за третье сто пятьдесят. Но как минимум Джек Ларсон, если так протянется до воскресенья, он получает свои кровные двести пятьдесят тысяч. Айдар, Николай, Даниил, Даниил и Андрей. А, ну еще Рейнги, Гикс. Офигеть, здесь получается восемь. А, нет, погодите, еще луткарин есть десятое место. Получается один, два, три, четыре, пять, шесть чуваков из ТК Батарева. То есть наша ТК-шка лидирует даже здесь. Ежемесячный рейтинг здесь смотреть не надо, потому что месяц еще не закончился. Но здесь как минимум есть три сотрудника из ТК Батарева. Ну ладно, я показал в принципе вроде как этот бизнес. Теперь перейдем к бизнесам, которые есть на одиннадцатом сервере у нас. Это получается два тира. Тинку буду показывать только в своих тиров. Третий тир в Арзамасе, он вообще не в моем владении, держит его мой брат. Финка к сожалению только такая, это тир Эдового. Почему такая Афинка? Это потому что вчера Арэти и Кристо обменялись между собой бизнесами. То есть тир Эдового теперь Кристо, а тир в Южном теперь Арэти. И из-за этого Афиночка слетела и скриншот они соответственно забыли сделать. Но ничего страшного, я еще раз озвучу эти суммы. Получается первый день, понятное дело, 135 тысяч второй день и 132 тысяч третий день. Эта Афинка была на момент того, как я держал у себя на руках этот бизнес. Давайте перейдем к тиру в Южном. Здесь же совсем другая ситуация. Первый день 25 тысяч, почти что 23. Третий день 133, четвертый, а нет погодите, второй день 133, третий 201, четвертый день 246, пятый 136. И за текущий день, который показан на скрине 65 тысяч, но это было сделано сейчас посмотрим когда. 18.25. Но это еще не ночь, еще тень не закончился. И финочка до конца не сформировалась. Я считаю на этот видос самый интересный бизнес будет прямо сейчас, но это не на 11 сервере. Салон как состоит в этого. И он на 16 сервере у меня. Я его держу вообще с лета. И на самом деле продавать его я вообще хотел, но как-то так получилось, что он очень меня радует. И финку несет очень большую. Итак, это салон красоты, то есть салон аксессуаров или магазин аксессуаров. Вообще название здесь магазин аксессуаров. Давайте сейчас сюда подойдем. Магазин аксессуаров. Все правильно, владельцы Терек Тарлес, крыша, дагестанские москвичи. Вот бесплатно. Итак, самое главное и самое интересное на этот момент это финка. Потому что финка здесь прям, ну вообще огонь. Давайте отойдем отсюда на какой-нибудь такой более хороший фон. Допустим, пускай это будет, ну не знаю, море или что здесь сейчас будет. А, здесь заборчик. Окей. Ну вот здесь я думаю будет вообще замечательно. И еще погодку бы выбрать. Такую идеальнюю. Вот допустим вот такую. Все, просто идеально. Давайте теперь пропишем сначала бузинус. Выбор бизнеса. И по балансу я думаю уже видно, что здесь финка, ну наверное большая. Может нет. Продукты я сегодня заказывал. И давайте нажмем эту заветную кнопочку. Сразу в глаза бросается вот эта сумма. Я офигел. Я три раза заказывал. Или нет. Ну я три раза частями, короче, заказывал в этот день продукты. Просто до фула. Начало первый раз заказал 3000. В надежде, что этот бизнес продам. Но не продам, а обменяю на лесопилку. Но с лесопилкой там оказалось кое-что плохое. Получается вообще стабильно. Здесь плюс-минус так миллион. Конечно, бывают просадки. Но просадки бывают, мне кажется, во всех бизнесах. А так, ну 500. Худшие дни было стабильно. Вообще в обычные вот сейчас к миллиону все тянет. 725 тысяч это за сегодня. Но еще день не закончился. Поэтому я думаю, если будет миллиончик точно. За вчера миллион триста. За позавчера 2.500. За позавчера миллион триста. 16-е, 15-е. Так себе, конечно, получилось. Но все же бизнес хороший, бизнес прибыльный. Тем более, держу я его вообще где-то вроде как даже с июля, если не ошибаюсь. Вообще, первый раз, как я его купил, я вообще взял на перепродажу. Есть даже предмет, как я его покупал. Но я его вставлю только тогда, когда я его буду продавать. То есть продам или обменяю, или еще что-нибудь сделаю. И как раз таки запишу ту самую заветную серию по перекупу на 16-м сервере. Потому что вообще у нас была цель как бы сделать такие видосы с перепродажами бизнесов, домов. И я вот добрался до этого бизнеса и остановился на нем. И поэтому видосик по перекупу-то и нет. Но бизнес очень хороший, я нафармил достаточно много денег. Как видите, 23 миллиона плюс 30 миллионов на друге. И я еще планирую кое-какой бизнес взять. Но если сегодня, конечно, получится, или вообще, если получится его взять за эту сумму, то это просто будет, ну, он идет наравне примерно. Тем более, сейчас сделали такую систему, то что заказываешь нелегальную продукцию, 50% скидка тебе дается. Если учитывать и заказывать продукты оттуда, то финка там примерно такая же, как у меня, в салоне красоты. То есть это уже x2 будет прибыль мне идти. Конечно, дай бог, все получится, все будет хорошо и будет все чики-пуки. На этом будем заканчивать наш видос. Конечно, он не такой длинный, но все же, я думаю, вам было интересно, какая у меня финка. Тем более, мне даже самому интересно, когда я захожу в игру, я сразу смотрю финансистику салона красоты. Потому что салон красоты, он может выйти такой, что ты просто офигеешь. Попросту у меня не было таких бизнесов, у которых прям финка вот такая стабильная, хорошая и даже может радовать тебя. И будет нести очень хорошую прибыль. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем удачных покупок, приобретения бизнесов, обминов и так далее. И чтобы вот была хорошая финка, как у меня. Всем спасибо за просмотр еще раз и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok